Алмазы будут добывать более бережно. На фабрике номер 3 Мирненского ГОКа модернизировали схему рудоподготовки. Там установили новую дробилку для измельчения породы. Ввод нового оборудования, последний этап восьмилетней модернизации предприятия. О том, что было сделано и какие результаты принесет техническое перевооружение, узнаем далее. На алмазодобывающей фабрике практически все готово для работы по-новому. На объекте завершается наладка и тестирование оборудования. Поэтапное техническое перевооружение здесь начали еще в 2008-м. Первым делом увеличили производительность фабрики практически в два раза. Если до внедрения второй этапа у нас производительность фабрики была 150 тонн в час, то после 2011 года у нас производительность фабрики составила 270 тонн в час. Сегодня идет завершающая фаза модернизации обновлений участка рудоподготовки. Это первичный этап обогащения, где измельчают породу, поступающую на фабрику. Изменить технологию дробления пришлось после перехода на обработку руды подземных рудников. Материал, который поступает в шахту, он уже измельченный. И как бы такого измельчения, как на щековой дробилке, уже не требуется. Для бережного обогащения породы из шахты на фабрике перешли на схему стадиального дробления руды. Ключевым элементом цепочки стала валково-зубчатая дробилка. Руду на третьей фабрике сегодня измельчают на вот этой старой щековой дробилке. Она с порода обходится грубо и небрежно. Не то, что вот этот новенький немецкий экземпляр. С его помощью на фабрике будут добывать более крупные, а значит и более дорогие алмазы. Новая схема обработки сырья монтировалась параллельно существующей, чтобы вместе с богатой алмазами породы рудников «Мир Интернациональный» обогащать и менее алмазоносные пески, хвостохранилищ и россыпей. В течение восьми лет мы внедряли, а сейчас будем работать стабильно и спокойно на том оборудовании, которое было смонтировано. На фабрике уже посчитали. Модернизация оборудования позволит повысить стоимость товарной продукции на 2%. К примеру, партия алмазов, которую добудут в этом году, прибавит к стоимости 4 миллиона долларов. Александр Шаншуков, Руслан Фаткулин, Роман Ларин. Телер-ради компания «Алмазный край».